со счетом 2-1 завершился первый период но мы с вами стартуем в нашей открытой студии с вами снова ведущая юлия неязова сегодня со мной как оказалось опытные парни уже знаю что такое комментаторство знающие что такое студия и интервью и разбирающиеся в хоккей не хуже нас с вами это дима булаев и санжар нуркасымов ребята я вас очень рада видеть в нашей студии привет не просто так я собрала этих гостей потому что санжар у нас президент детского фанатского сектора а дима булаев опытный прямо самый наверное опытным в команде открытые сердца игрок но давайте начнем по порядку один давай начнем с тебя ты в каков который раз уже будешь участвовать в этом матче открытые сердца в четвертый раз это уже получается это четвертый сезон игрок команды правила знаешь хоккейные конечно как не знать какое самое главное правило хоккей уважение к сопернику я считаю пусть это и не самое не самое первое правило очень важно но согласилась санжар как ты думаешь какое самое важное правило или самое главное самое главное про хоккей это уже как сказал дима это уважение к сопернику я сейчас не полностью согласен ну и наверное очень важное правило это забивать голы не пропускать если вас любимые игроки в наших командах мамонта югры или югра скажи мне у меня есть любимые игроки в команде игра это никита подскребалин и ильдар шахсадаров ильдар шахсадаров потому что но он самый лучший в игре у него 37 очков по системе был плюс пас но это лучше бомбардиры а не только в югардиры лиги дим твои любимые игроки кто владимир сахацкий александр ахмальдинов и иван савчик эти очень приятно это слышать потому что александр ахмальдинов иван савчик это все наши югорские парня очень да в нашем составе и я очень рад упомянуть их потому что они действительно заслуживают это конечно а ты назвал никита подскребали на а ты назвал владимира сахацкого такая у нас борьба между голкиперами происходит ребята ну-ка давайте по три факта почему именно ваши вратари самые крутые санджар начнете но мне кажется почему никита подскребалин крутой он еще начинающий вратарь а у молодых есть преимущество скорости то есть он может быстрее в опасных моментах а я считаю что сахацкий очень опытен потому что он в вратарском деле уже много лет и может дать советы молодым гипером так сказать на будущее направить их все очень правильно ребята я просто в восторге насколько вы знаете нашу команду насколько вы разбираетесь в хоккее и кстати в одном из интервью никита подскребали на это уже отмечала что владимира очень опытный и он для него является примером не только на льду но и в раздевалке в ментальном плане в плане как нужно восстанавливаться так что вы оба очень правы я очень вообще восхищена вами ребята настолько крутые хочу всем напомнить что 16 января в 15 00 в 17 состоится автограф сессии с хоккеистами югры а в 18 00 состоится матч открытые сердца не пропустите это мероприятие потому что это самое доброе этого сезона санжар ты что-нибудь знаешь об этом матче да я там был я знаю что один увидел диму нет я где-то последний раз 2015 там ходил после этого я еще не ходил так понравилось тебя да нет ну это же матч открытые сердца это благотворительный матч там ну можно сказать такое хорошее все можно посмотреть как игроки которые не могут как обычно играет в хоккей это за них прям радуешься они же могут осветить свою мечту конечно дима ты уже такой опытный игрок расскажи что тебе дает этот матч открытые сердца вот какие у тебя всегда ими играешь там самая лучшая атмосфера игроки можно с ними поговорить пообщаться узнать много тонкостей хоккея новых о которых ты может даже и не слышал поэтому этот матч дает возможность увидеться с игроками пообщаться с ними это ну здорово а с кем ты играл до этого в матчах кто были твои напарники за эти четыре сезона за эти четыре сезона как правило самым запоминающимся сезоном что ты никогда не ощущаешь настолько большой спектр эмоций первый раз всегда так происходит моим напарником в 2015 кстати это защитник то есть и наверное выступал в амплуа защитника а нападающим себя пробовал и что тебе больше понравилось как правило перспектива атаки более результативная но и в защите есть свои плюсы какие например помогать партнером по команде защищать свои ворота опять же а в нападении ты можешь разыгрывать различного рода комбинации слушай я восхищена тебя обязательно надо брать к нам в комментаторскую обязательно нужно брать к нам студию ты так здорово нам все это рассказываешь буквально раскладываешь нам все по полочкам санжар как ты думаешь нужен нам такой сапа напарник конечно нужно кстати о комментировке сейчас в первом периоде вы слышали напарника петра ермакова это санжар впервые ощутил в роли комментатор тебя ощутил и так понравилось очень что было интериаторской будки мы здесь сидим мы не видим что там происходит мы только вас слышим там происходило всякое мы объявляли составы болели называли игроков это все очень сложно на самом деле вначале можешь не понять какой-то игрок можешь сказать по ошибке какой-то игрок примеру ушиба ушутова ты говоришь это лукин то есть можно запутаться да да можно пупиться но при этом это также и очень легко потому что ну как бы это когда смотришь какие там можно говорить все что ты думаешь вот сейчас забьет момент он попал мимо мог хорошо забить все сейчас был очень опасный момент вот это ты кричал как наш петр умеет кричать гром атака очень эмоции выдавали тебя до меня выдавали когда особенно первый гол я даже переключал петра это что она наверняка еще услышим буду смотреть повтор обязательно но я думаю болельщики которые сейчас смотрят трансляцию это все слышали и уже оценили тебя как потенциального конкурента петра петр ты же нас сейчас тоже слышишь поделись своими впечатлениями как тебя работает с новым напарником да да все отлично пока у санжара к сожалению не хватает уверенности в том что он говорит и нужно чуть-чуть короче верить в себя и все получится потому что любовь какие у санжара есть также как и у нас я понимаю тоже есть огромная любовь к кокею и просто услышав что ребята говорят даже просто поражаешься действительно какие парни молодцы кстати дмитрий себя тоже уже пробовал в роли комментатора пётр и заявляет то может стать твоим следующим напарником да дима да опыт имела комментаторство я с друзьями устраивал турнир в одной онлайн игре это коми нравится и подумал а почему бы мне не заняться этим всерьез интересно а пётр когда первый раз себя пробовал в качестве комментатора тоже так подумал о а почему бы нет ну я начинал комментировать с молодежной хоккейной лиги там все-таки есть такое ощущение что меньше ответственности больше хейта в социальных сетях и на ютюбе но меньше такой ответственности не такая статусная лига тоже молодежная можно сказать тренировочная и начинал я с матча омских ястребов и мамонтов югры соответственно логично и так получилось что к тому моменту я не не был хорошо знаком составом мамонтов югры и пока ты следишь за заявками а ребята уже переходят из обороны в атаку и обратно у тебя просто глаза начинают сбегаться в кучу разрываться в разные стороны в голове то настолько происходит просто что то что-то невообразимое там просто какой-то большой андромный коллайдер начинают раскручиваться мысли в голове периодически пытаясь вырваться через черепную коробку да через отверстие через рот и в общем такой адреналин бьет ключом извини петь я тебя перебью но мне кажется у ребят вот как у вас сейчас эмоции тоже адреналин сердце стучит до стучит очень сильно и так у меня есть традиционный вопрос как вы думаете с каким счетом закончится этот матч санжар начинай матч уже тяжелый если счет уже 21 будет сильная борьба я предполагаю может быть 42 а в крайнем случае 43 дима букмекерская компания пари это ставки на футбол хоккей теннис баскетбол и киберспорт букмекерская компания пари дарит бесплатную ставку 1000 рублей всем новым клиентам пари лучшее приложение к спорту подробности на пари точка ру неважно с каким счетом главное чтобы победила наша команда молодцы ребята я очень рада вас видеть вы очень крутые надеюсь мы еще увидимся с вами но а вам же советую продолжать болеть за югру и не переключаться с телеканала югра